Сегодняшний эксперимент будет связан с поиском замены Notion. Notion прекрасен, беленький, минималистичный, красивенький. Все хорошо было до тех пор, пока он не сблокировал российских пользователей. Прям совсем заблокировал. И пришлось искать какую-то замену этому сервису. Я очень люблю Obsidian, и мой второй мозг находится в Obsidian. Но есть некоторые задачи, как раз связанные с упорядочиванием контента. То есть следующий этап работы с информацией после того, как я его репарирую в Obsidian. Короче, мне надо было найти какой-то сервис, который бы давал и хорошую поисковую, хорошую связанность между разными кусочками контента. Я мог бы делать базы данных и увязывать это через метки, через различные рубрики. Короче, все как мы любим. И искала, 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 ничего не нашла. И моя коллега Анастасия Пахарукова, всячески рекомендую ее материалы, посоветовала мне один сервис, который я сейчас и буду вместе с вами тестировать. Давайте посмотрим, насколько Capacities, достаточно свеженький новый софт, поможет нам в организации материалов вокруг мультимедийных проектов, вокруг моей коллекции. Что у меня есть, с чем мы работаем? У меня очень-очень давно есть вот такая вот большая таблица, куда я собирала ссылки на различные мультимедийные проекты с разбивкой по форматам, которые можно там найти. Чем плоха таблица? С одной стороны, вроде как бы все понятно, но как обозначить один проект, в котором есть много разных форматов. Понятно, что не только один встречается чаще всего в каких-то мультимедийных историях. То есть в данном случае в таблице на разных строках одна и та же ссылка на проект. По идее, система меток, конечно же, будет удобнее и комфортнее, потому что ты один раз создаёшь сущность, создаёшь страницу проекта, а на ней уже отмечаешь, какие форматы можно там найти. Эту штуку я реализовала в Obsidian. Вот, например, у меня есть паспорт проекта. Здесь я, значит, собираю, кто опубликовал, и вот какие форматы там можно встретить. В другом, например, в каком-нибудь другом проекте там будет несколько ссылок. Ну вот, например, если возьмём какой-нибудь мультимедийный проект, не знаю, что-нибудь здесь у нас... Вот, у нас здесь тут два формата в этой истории. И сейчас мы посмотрим, как это можно сделать в Capacity. Будет ли это удобнее, будет ли это заменой Notion. Сейчас мы на одном примере посмотрим. Так, что мы делаем? Значит, у нас есть в Capacity я сделала новый объект, и у этого объекта, он называется «Мультимедийные проекты», у этого объекта есть определённый шаблон, как он выглядит. И каждый раз, когда я нажимаю «Сделать новую сущность» по такому типу, у меня будет открываться вот такой темплейт, вот такой вот шаблончик. Что я туда внесла, что, мне кажется, значимо для описания проекта. Значит, где это было опубликовано, когда было опубликовано авторы, которые работали, форматы, которые там встречаются, линк на сам проект. И так как очень много мультимедийных проектов исчезают, удаляются, становятся недоступными из-за технологий, единственный способ, как я придумала сохранять это для истории изучения и показа, это делать скриншоты, если это не динамическая история, и делать скринкасты для того, чтобы показать, как кликабельные элементы работали и что получалось. Значит, есть возможность заливать внутрь capacity файлы, но там есть ограничения по размеру, ограничения по общему объёму, чтобы я пока на бесплатной версии тестирую, насколько это будет полезно. Но есть возможность просто, то есть если строить систему, то на Яндекс.Диске, на котором у меня есть место, вот у меня есть библиотека мультимедийных проектов, как раз вот там, где сложены скринкасты и различные скриншоты. И я буду делать линк между Яндекс.Диском и страничкой этого объекта в Capacity. Потому что, по сути, что я делаю? Когда мне нужно показать какой-нибудь проект или рассказать о нём, мне нужно, по сути, вытащить каталожную карточку, а дальше эта карточка должна показать мне связи между разными материалами, которые у меня накоплены по поводу этого проекта. Ну, давайте попробуем, что у нас есть. Мы сейчас возьмём обсидиановскую историю. Значит, проект называется «Один из восьми миллионов». Дальше у нас здесь есть... Тут всякие разные штуки. Вот у нас есть авторы. Авторы. Так получится? А вот так не получится. Потому что это маркдаун разметка. А чё не... А вот так? Create page. Работает! А вот так? Нет, не работает почему-то. Так, ну ладно, сейчас мы тогда сделаем. Хорошо, а это у нас там будут люди. Почему, значит, в этом случае я смогу сделать на каждого из этих журналистов, смогу сделать свою страничку и там коллекционировать разные их работы. Тоже очень полезная история, потому что если человек где-то был вовлечён в создание мультимедийного проекта, чаще всего он ещё в каких-то проектах участвует, значит, он на этом специализируется. Следовательно, это тот человек, который мне интересен, с которым можно было бы сделать интервью, либо познакомиться, либо коллабу какую-нибудь сделать и так далее. Если вы делаете какое-нибудь исследование, какой-нибудь диплом пишете, ну прям по-настоящему, а не на отвали, тогда вам явно нужна система... О, как интересно, мозг работает, да? То есть вот я пытаюсь, вроде автоматическую, да, задачку делаю, просто нажми нужные клавиши, а чуть-чуть вот начинаю разговаривать, и уже не работает. Так, вот у нас, следовательно, я, нажимая на это, уже будет товарищ, вот он с кем работал, и вот будет ссылочка на проект, в котором он участвовал. Так, отлично. Дальше. Медиа. Это у нас Нью-Йорк Таймс. Отлично. Вот это у нас Нью-Йорк Таймс. Это значит, что я нажимаю на этот тег, и все проекты, которые я знаю, которые я обозрила про Нью-Йорк Таймс, они будут собираться по одной ссылочке. Дальше. Что у нас есть? Форматы. Там у нас аудиослайд-шоу в этом проекте. Линк. Ой, линк, ох уж этот линк. Ага. Так, тут надо будет разобрать эти материалы, потому что здесь вопросы-ответы. Это можно будет оформить в виде цитат, но с этим надо поработать. Награды. О, кстати, кстати, вот здесь можно добавить такую штуку, как Words. И тогда можно будет в проектах, да, то есть вот будем делать новый проект, и появится вот эта вот штука с наградами. То есть добавляя в один шаблон какое-то дополнительное поле, оно автоматически добавляется во все даже уже в созданные объекты. Так, ну хорошо. Значит, поехали. Так, вот у нас есть ссылочка. И это у нас веблинк. Сюда пошла ссылочка. Вот у меня есть скринкастик. Скринкастик. И мы такие, хоп, это скринкастик. Теперь добавить скриншотик. Вот. И теперь вот так вот красивая карточка стала. Это у нас такой тестовый. Мы его сейчас удалим. Вот. Вот у нас вот такая карточка. И можно еще в этой карточке, чтобы он показывал, какие форматы. Что нам в карточке показывается? Нам показываются форматы, чтобы было сразу видно. Вот. Вот он аудио, слайд-шоу. Так, хорошо. Теперь мы смотрим, что у нас здесь. Что у нас здесь есть. Инфа. Вот у нас есть промо видеоролика. Если я здесь просто его вставлю. Смолк карточка. Ага. Встает как ссылка. Супер. Супер. Выглядит вообще офигенски. Маленький фрагмент. Добавляем. Смолк карт. Значит, опубликовано было 3 августа 2009. 9 августа 2009. Третья. 0-3. Девятый. Что он покажет? Третья августа. Олтый. Отлично. Супер. Вот у нас есть публикейшн дейт. У нас есть описание, что это за проект у создателей. Следовательно, мы можем вот сюда сделать саммари. Сделать его вторым. Не так хочу. Хочу, чтобы он. Вот так хочу. Ага. Ты тысяч, ты тысяч. Вытащила текст статьи. Почему для меня это важно? Потому что люди удаляют, к сожалению, кучу полезного материала. Им кажется, что это не важно. А я потом прыгаю. А-а-а, где же, где же была эта прекрасная статья? Я сохраняю ссылки и сохраняю содержание. Это у нас всё, как это было сделано. Это кухня, механика. Если я буду делать видео про этот проект, то я смогу ссылаться на эти цитаты и на этих людей. С этим надо работать. То есть я сейчас, конечно, просто перекопирую это. Но у каждого, у каждой из этих цитат могут быть свои теги. Например, там, этот, как проводить интервью. И тогда можно будет из разных проектов, из разных бэкстейджей вытаскивать цитаты про то, как брать интервью. Текст вливаем сюда. Теперь можем ли мы сделать каждую из этих, где есть цитаты? У меня есть, по идее, про них странички. Следовательно, когда я вот так вот нажимаю, вот у нас есть ссылка на цитату. А можно ли это превратить в цитату? Потому что есть такой тип. Есть такой тип quotes. Есть отдельный тип quotes. И когда мы делаем новую цитату, здесь должно быть ещё автор. нам сюда ещё нужен и дальше нам ещё нужен и дальше нам ещё нужен дата. дата, когда это было сказано и соурс, обязательно. и соурс, когда это, а где? Си, по-моему, ага, где это было сказано? Вот. И такой типо вид, какой мы сделаем, сделаем вот такой. вы, на карточке автор, контент превью, пусть будет контент превью, source. так. Ну, допустим, допустим, а теперь у нас, теперь у нас в проектах, вот здесь, у нас есть, цитата, вот, create object from text selection. Из этого надо создать объект. Объект будет quote. Вот так. А title. How to make audio slideshow. Audio slideshow. Дальше у нас здесь есть. вот такая штука. Когда он это сказал? Он это сказал в августе. 03.2009. Source. У нас есть ссылочка. Тодо. Тодо. И вот Тодо у нас здесь. А у нас Тодо. 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 Офигенски. Офигенски получается. Тодо. Ну, что? На первый взгляд выглядит очень хорошо. И красиво, и стильно, и удобно. И вот создание этих шаблонов, которые типовые записи можно будет сделать. и провязываются ссылки очень интересно прям первое впечатление очень хорошее от софта дальше буду пробовать осваивать вот эти перекрестные теги рубрики шаблончики да наверное это прям то что хотелось это пока не заменит меня obsidian потому что obsidian все-таки меня это прям первый слой когда я с сырой информации работаю мне там очень удобно прописывать и связи и идеи а вот в capacities я бы перенесла уже следующий этап работы когда я работаю над черновиками сценариев статей как раз вот база данных с обзорами проектов ссылки на людей да вот это было бы наверное интересно буду дальше изучать пробовать и возможно если вам будет интересно запишу инструкцию как завести себе такую базу данных и как ей упорядочивать информацию как у нас есть ну это было бы все это было бы все и и а в